Золото тюрков в Чебоксарах проходит Всероссийский молодежный форум. Масштабная образовательная площадка собрала 160 молодых людей из 14 регионов России. Участники 4-го Всероссийского форума тюркской молодежи в золото-тюркской организации! Эксперты в сфере бизнеса и культуры, работающие в тюркоязычной среде, готовы обсудить самые актуальные вопросы межнациональных отношений, волнующих молодежь. Для Дениса Арчанова родной язык алтайский. Он приехал на форум, чтобы узнать, как в других регионах сохраняют национальные традиции и обычаи. Культивирует родные языки. У Дениса своя точка зрения на этот счет. Лично для меня это очень важно, чтобы мы одна большая семья. И поделиться всеми знаниями, культурами, обычными традициями. Словами не описать просто. Моя специальность это родной язык, китайский язык. Я учусь, выучить именно китайский язык. И дать определить границу между тюркской культурой и китайской. Потому что большинство людей, которых я встречаю, именно в серии доктора наук, люди, которые к нам приезжают, они говорят, что нет возможно, что вот у алтайцев вы взяли от китайцев или что-то еще. И до сих пор это спорят самые люди. Я думаю, если найдется вот такой специалист, который поможет вот эти два разных культуры, дать их ограничения между ними. Чувашия – многонациональная республика. Здесь дружно живут представители 128 национальностей и 8 этнических групп. Такой опыт взаимоотношений весьма важен и показателен, сказал в своем приветственном слове председатель кабинета министров Иван Маторин. В дни форума одновременно будут работать четыре тематические площадки. Такой опыт взаимоотношений. Такой опыт взаимоотношений. Продолжение следует...